Музыка Сегодня в программе о выборе Михаила Ходорковского В Михаиле Борисовиче сдетонировал приличный человек С точки зрения бизнесмена это было абсурдное поведение Как бизнесмен себя повел Абрамович Как нормальный бизнесмен Участники процесса глазами наблюдателей Я думаю что марсианами в этой комнате Выглядят скорее Ходорковский и Лебедев Значит обвинения и судья при всей разнице Разговаривают на одном языке Мы в пресс-центре Ходорковского и Лебедева Я думаю что те кто заходят к нам сюда в гости знают и моих сегодняшних собеседников Это Алексей Кирилл Симонов и адвокат Вадим Владимирович Клювгант Виктор Шандорович Я забыл твой чин Да ничего Это фонд защиты гласности Это я помню Ну и хватит И хватит чинов Ну очередная неделя Надо сказать что так сошлось Я только что из Праги И там значит в центре но ближе к Вултаве стоит памятник Кавки Паразитный совершенно Относительно новый Это такой пиджак Пустой пиджак большой На котором верхом на пиджаке сидит человек И значит в шляпе И указывает ему Куда ему идти Я подумал что это каким то образом имеет Ассоциация Да 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 Я подумал что это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме Вообще поэзия абсурда Она безусловно присутствует здесь ежедневно Потому что у меня такое ощущение что на самом деле Все играющие в этой пьесе уже заражены жанром ее Я говоря об этом как о театре Это конечно совершенно поразительно Сценично помимо всего прочего Потому что в этом есть Такое выражение характеров еще Очень точный Очень точный Корректный Следящий Ходорковский И брутальный Лебедев И я скажу я не позавидую Прокурорам Я надеюсь что он выйдет на свободу Я надеюсь что мы это все увидим И я тогда не завидую Этим людям в синим Потому что он человек очень мощный Очень мощный Очень страстный И вообще это такое американское кино конечно Меня поразило показ диапозитива в Ходорковском Он как так сказать хороший учитель такой На уровне завуча Этим троечникам Третьеклассникам Объяснял Я попал на то заседание Когда он рассказывал что нельзя одну и ту же нефть Украсть пять раз И потом еще налоги с нее не заплатить А потом еще и украсть выручку Украсть выручку Крабина нефть Сначала продукт Субпродукт Потом нефть Потом тут Потом тут А потом еще выручку И он говорил Это пять Да от чего я должен защищаться Спрашивал он И было видно Это же считывается биологически Что это люди Просто ментально совершенно разные Это люди разного IQ Да Ну просто совсем Совсем Конечно если предположить Что там было бы Соревновательность Такое есть понятие Соревновательность Состязательность Состязательность процесса В том то и настоящий абсурд Что заведомо известно Что состязательности нет Я понял что я имею дело Мы имеем дело с какими-то людьми В некотором смысле с марсианами И ждать что там будет покраснение щек Что людям станет неловко Ну вот какие такие элементарные вещи Вот только с марсианами Аккуратней Не в смысле того Что окажешься еще раз Объектом уголовного обвинения А совсем по другому Я думаю что марсианами В этой комнате Выглядит скорее Ходорковский и Лебедев Значит Обвинение И судья При всех При всей разнице Разговаривают на одном языке То что Ходорковский и Лебедев Ну Ходорковский на В моих глазах Можно сказать В буквальном смысле Совершил невероятный скачок Первый раз Я его и последний видел На свободе Один раз Когда мы со Светланой Сорокиной Приходили В ЮКОС И Ходорковский тогда помогал Два месяца мы получали зарплату И они как-то с Гусинским Договорились тогда О помощи Это с нами разговаривал Блестящий Молодой Холодноватый Человек У которого все проблемы Пожизненно решены Вот как раз таки марсианин То есть человек Который Из каких-то своих Марсианских Соображений Мог нам помочь И хотел помочь В следующий раз Я встретился с этими глазами Так сказать Через клетку Во время первого процесса И обнаружил Что это просто другой человек Конечно Это история короля Лира В чистом виде Потому что По диапазону По диапазону Социального падения И человеческого роста Одновременного То, что происходит с Лиром Абсолютное Социальное падение Сверху вниз И одновременный Взлет Человеческий Прозрение Это было не поведение Бизнесмена С точки зрения бизнесмена Это было абсурдное поведение Как бизнесмен С себя повел Абрамович Как нормальный бизнесмен Вывел активы их куриничался и уехал. Все нормально, да? Как бы нормальный рациональный поступок. В Михаиле Борисовиче сдетонировал приличный человек. Вот то, что заложено было в детстве, вот как-то вдруг сдетонировало по-настоящему. И личность, мощная человеческая личность. Я думаю, что сдетонировали мама с папой. Один из итогов недели, заканчивающийся, Михаил Борисович Дарковский стал дедушником. Да, да, да. Надо его в этом смысле давайте им... Поздравим!